Всем привет! С вами Мэнфис 0087. Осталось два дня до Нового Года. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю в Новом Году, конечно же, здоровья, отличных новых релизов, замечательных фильмов. В 20-м вышло. Тоже много хороших изданий, обзоров на которых хватит на весь следующий год, а там уже подростки эти новые. Поэтому в Новом Году мы с вами обязательно свидимся. Ну а пока получил пару посылок из Венгрии и Германии, а также с наших магазинов, и решил поделиться с вами своими последними в этом году покупками. Раз уж канал посвящен кино, пусть и последний обзор в 20-м будет посвящен именно этому. Ну что ж, друзья, поехали! Итак, друзья, как я уже говорил, вот такие вот издания пришли мне совсем недавно. привез мне Курьер, и давайте рассмотрим каждое из них. Все издания с русским, за исключением нечто. Но его я прикупил, потому что уж больно понравился Стилбук к этому фильму. Ну что ж, друзья, давайте все посмотрим по порядку. Итак, пожалуй, начнем мы с вами с Венгрии, а именно с Гайем Ричи. В 20-м году он выпустил фильм «Джентльмены», который мы, к сожалению, не увидим с русским у нас в России, да и вообще в мире. Но фильм, насколько я знаю, входит в топ просмотров у нас в стране. И это не удивительно, Гайем Ричи у нас любят. А это у нас рок-н-ролла, рок-н-ролльщик. Фильм выходил и у нас в России, но в свое время я его не прикупил. И тут увидел, что в Венгрии продается с русским языком, решил приобрести. Такой арт классический для этого фильма. Название здесь на венгерском, как я понимаю. Главное – действующие лица. Дополнительные материалы также присутствуют. Думаю, они точно такие же, как и на нашем издании. К сожалению, венгерским не владею. Если кто-то владеет, то без проблем переведет. А если кто не владеет, то может найти информацию о нашем релизе в интернете и почитать, какие допы имеются на диске. Внутреннего арта нет. Такая накатка с оригинальным названием фильма – рок-н-ролла. Фильм мне понравился гораздо больше, чем «Джентльмены», но Гай Ричи уже другой. Что ж, давайте посмотрим дальше. Еще один отличный фильм, а именно «В значит вендетта». Также выходил у нас в России, но не прикупил я его в свое время и решил приобрести опять-таки в Венгрии. Название опять-таки на венгерском языке, как и все описание. Такая вот накаточка. Внутреннего арта также нет. И Крит, часть вторая. Последний фильм о похождениях Рокки и его ученика. Ну, ученик, думаю, продолжит свое странствие по большим экранам, а Слай вроде как уже попрощался с ролью. По крайней мере, в концовке этого фильма есть такой кадр, когда камера снимает героя Сталлона сзади и медленно-медленно удаляется. А он досматривает поединок. Посмотрим, что будет. Слай все-таки уже старый, но из него отличный сценарист, продюсер. Поэтому, думаю, по крайней мере, в качестве продюсера к этой франшизе он еще может вернуться. Дополнительный материал также присутствует. С русским в Россию у нас он не выходил. Вот выпустили за рубежом. Так что для тех, кто собирает эту всю историю, Пророки, конечно же, рекомендуют приобретение. Накаточка без арта, с названием фильма, и внутреннего арта также нет. Дальше у нас пара стилбуков из Германии. Помню, как только посмотрел этот фильм в кинотеатре, И его удивился. Ничего себе, как Джуд Лоу может играть в таких фильмах. Супер актер, я считаю. С тех пор, конечно же, ушел от всяких мелодрам. Драм и время от времени мелькает и в боевичках. И один из таких как раз-таки потрошители. Отличное издание. Выходил фильм и у нас. Но в обычном виде. А здесь у нас стилбук. Форест Витакер. Джуд Лоу. Главные действующие лица. С обратной стороны, как вы видите, все описание фильма и бонусных материалов, все прочее, нанесено прямо на стилбук. Это чаще всего встречается именно в Германии. Но ничего страшного. Если фильм достоин такого издания, то почему бы не приобрести его в таком виде. Внутренний арт представляет собой набор релизов, которые также выходили точно с русским Спорт Пилигримм. Насчет остальных не уверен. Такая накаточка. Отличный фильм. Заслуживает место также в коллекции. Дальше у нас нечто. Классика Джона Карпентера. Курт Рассел. Как только увидел этот стилбук, просто прям был в полном восторге и сразу же решил его приобрести. Лакированный, блестящий. И арт просто вот хочется взять и купить. Что я собственно и сделал. С обратной стороны такая вот картиночка. Тоже устрашающая. Внутренний арт классический. И такая же накатка на диске. Фильм без русского. Все обещали. 4К релиз у нас в России в этом году. Но его не было. Так что вроде как перенесли на следующий. Можно будет прикупить его и доложить сюда. И будет полноценное издание в стилбуке. Отличного фильма с русским. И приобрел. Такое вот издание. Всплыли издания некоторые от Веста в один из интерес. В свое время не прикупил. Затащи меня в ад от Сэма Рэйми. Неплохой ужастик. Не лучший конечно же у него. Но авторский стиль узнаваем. Поэтому однозначно место в коллекции заслуживает. Тем более Вест. К сожалению компания, кто не знает, давно закрылась. Выпускала свои релизы всегда отлично. И оригинальные дорожки, и субтитры, и куча дополнительных материалов. Иногда даже и двухдисковые издания были. Здесь у нас описание. Дополнительные материалы. Внутреннего арта нет. И такая вот накаточка. Повторюсь, хорошая. Заслуживает тоже место на полке. И так же приобрел я для сына фигурку Капитана Америка в виде снеговика. Познакомился он со Мстителями. Играем мы с ним в серию Лего на PlayStation. Там, как вы знаете, есть игра Marvel Super Heroes. И все герои там есть. Это рождественская серия. Выпущенная была в прошлом еще году. В этом году DC выпустила подобную серию. Но остатки еще остались в магазинах с прошлого нового года. И решил приобрести Капитана Америка. Также здесь у нас есть ракета, грудь, Танос, свитер новогодний. Там также был Дэдпул. Еще кто-то. Уже не помню. Здесь у нас номер 532. Такая вот новогодняя атмосфера на коробочке. Фигурка мне понравилась. Так что решил подъемочку поставить. Будет смотреться замечательно. Ну и собственно сама фигурочка. Но с морковкой. Шлем Капитана Буква Америка. Как вы видите, он в варежках тут. С звездой. И полосатым флагом. Шарфом. Конечно же щит. Как я уже неоднократно говорил. Вся серия Марвел Фанка Башкотрясы. И это конечно же не исключение. Симпатично выглядит. Мне кажется, сыну понравится. Мне уж понравилось точно. Я люблю Фанка. И люблю фигурки различные. Вот такой вот обзорчик получился новогодний. Предновогодний. Поэтому ребята и девчата поздравляю вас еще раз. С праздником. Пусть Новый год будет лучше, чем 20-й. Хуже уж точно не надо. Ну что, поживем и увидим. Новые обзоры обязательно будут, как и новые релизы. Так что увидимся уже в Новом году. Всех поздравляю еще раз. До новых встреч. Оставляйте отзывы, комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Инстаграм. На этот канал. Ставьте лайки вверх. Репостите. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.